МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современное здание, комфортабельные жилые дома, торговые центры и целые архитектурные комплексы. Саров растет, с каждым годом становясь все привлекательнее. И в этом заслуга строителей, людей, которые в это воскресенье отметили свой профессиональный праздник. Ветеранов строителей с их днем поздравил Саровинвест, крупнейшая инвестиционно-девелоперская компания в городе. Для тех, кто в 60-е и 70-е годы буквально построил наш город, был организован праздничный обед, за которым ветераны, собравшись вместе, вспоминали о прошлом, о том, как менялся Саров в годы их молодости. В городе только жилья было построено, более 900 тысяч квадратных метров. Были построены десятки учреждений, школ, детских садов, жилых домов. Буквально создан новый город. Также поздравить строителей с профессиональным праздником приехал глава города Александр Тихонов. За весомый вклад в развитие города он вручил ветеранам благодарственные письма. Я беру на себя смелость сказать, что без участия строителей история ВНИЭФ, история города была бы неполной. Лидия Шулаева, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Дивеевский район, поселок Коврес, 27 километров от Сарова. Здесь, в тени деревьев, расположился детский лагерь «Березка». Традиционное место встречи активных и талантливых ребят со всего города. На молодежную профильную смену «Наше дело-2016» приехали члены и руководители общественных объединений, старшеклассники и студенты. В этом году в «Березке» рекордное количество новичков. Среди них – Карина Хачатурова. Для меня «Березка» – это что-то очень родное и теплое. Если поехать в другой лагерь, там не будет такой атмосферы, как здесь. Тут всегда приезжают самые веселые, шикарные люди. И вожатые тоже очень такие хорошие. А вот профильная смена – это идеально. Идеальное решение для тех, кто уже вырос. И тут столько воспоминаний, что просто без слез не вспомнишь от радости. Карина выросла в «Березке». Приехав сюда в далеком 2007-м, сейчас она по праву называет это место своим вторым домом. Еще несколько лет назад Карина сдавала рапорт на линейке и рисовала отрядную стен газету. А сейчас она постигает азы лидерства, общественной деятельности и написания социальных проектов. Для меня профильная смена – это что-то необычное, что-то отходящее от стандартов лагеря. И это реально очень круто, что есть такая смена. И это огромная хорошая возможность проявить себя и поработать в команде на сплочение, на те же лидерские качества. Потому что, как нам недавно сказали, для лидера главная команда. Интернет-технологии, веб-ресурсы, медиапродукты – все эти слова на слуху у каждого современного человека. Будущие лидеры и общественные деятельности, а пока участники смены – наше дело, учатся использовать современные информационные средства в своих интересах. Теме ведения видеоблогов, работы с социальными сетями и программами посвящен большой образовательный блок. Здесь очень познавательно. Здесь общение, новые знакомства. Здесь очень веселые мероприятия. Вот я лично был во многих лагерях, и такого разнообразия игр я еще не видел. Режим дня ребят расписан поминутно. Образовательные блоки, мастер-классы, стартины, тематические зарядки, спортивные состязания и многое другое. Как признаются участники и организаторы, скучать на профильный не приходится никому. Для меня профильная смена – это новые знакомства, какое-то развитие и, возможно, веселье. Все мы здесь очень разные, но я могу с точностью сказать, что все очень добрые, отзывчивые, какие-то веселые, грандиозные. Все предлагают множество идей, помогают друг другу. И вот это вот чем-то отличает нас от большинства людей, которые сейчас в 21 веке. Опыт, наверное, лидерства какого-то, и в организациях работать, как бы в обществе. Не знаю, тут интересные всякие образовательные блоки. Мы сидим и занимаемся делом хорошим. Семен Рыжов прошел путь от простого участника профильной до члена оргкомитета. За его спиной несколько городских и несколько областных лидерских смен. Сегодня Сема делится опытом с новичками. Ну, не бывает так, чтобы на профильной смене было нечего делать. Просто нужно это найти, нужно сказать, да, какому-то событию, какой-то ситуации, каким-то обстоятельствам. То есть, просто начать делать, просто начать действовать. И вот это я им всем как бы советую, чтобы не сидели никогда просто так, всегда чем-то занимались. Это мое дело! Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Александр Мальков. Для службы новостей Саров-24. Семнадцатого и восемнадцатого августа в Сарове пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с шестнадцати часов семнадцатого августа у потребителей с открытым водозабором будет отключено горячее водоснабжение. У потребителей, снабжающихся водой от ЦТП «Новый район», горячая вода будет отключена с восьми утра восемнадцатого августа. Все профилактические работы планируется завершить до восемнадцати ноль ноль восемнадцатого августа. Во вторник, шестнадцатого августа, приемные граждан, губернаторы и правительство Нижегородской области проводят горячую телефонную и интернет-линию по теме «Рост оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области». Свои вопросы с десяти до двенадцати часов вы можете задать по телефону, а также в течение всего дня на сайте правительства Нижегородской области. По данным Государственного управления МЧС России по Нижегородской области, в течение текущей недели сохранится высокая пожароопасность лесов и торфянников. Спасатели рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры в лесу и на торфяннике, не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры и сглушители могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом. Утром 15 августа спешащие на работу автовладельцы обращали внимание на странно припарковавшийся автомобиль на развилке улиц Академика Харитона и Октябрьского проспекта. В точно непредназначенном для автостоянки месте серебритый Рено Сандеро, по словам очевидцев, отдыхал с четырех утра. Уже около полудня владелец решил увезти своего железного коня в стойлы. И лишние свидетели этому происшествию в лице оператора телекомпании канала 16 почему-то очень раздражали водителя автомобиля. Пересечение Харитона и Октябрьского является традиционно для Сарова опасным местом аварии, где автомобилисты нередко съезжают в Кювет. Вообще же, по данным управления ГИБДД по Нижегородской области, только за пятницу, 12 августа, в регионе выявлено 13 355 нарушений правил дорожного движения. 39 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Перемещено 165 автомобилей, водители которых нарушили правила стоянки. Решающую шайбу в ворота команды Мордовии забросил Михаил Смолин с передачи Романа Горбунова. Пусть не в основное время, но ледовая дружина Сарова одержала победу в этом товарищеском матче, прошедшем в Ледовом дворце 13 августа. Впрочем, болельщики в таком исходе не сомневались. Юрий Ермаков старается не пропускать ни одного матча хоккейного клуба «Саров». И на каждую игру он берет свою дочку Настю. Хоккей для них – это семейная страсть. Классная команда. Когда радует, а когда огорчает. Но все равно она наша. Саров, вперед! Еще две юные болельщицы – Даша и Ульяна Румынины. За успехами Саровской ледовой дружины девочки следят с пеленок. И это неудивительно. С клюшкой на льду их любимый дядя Михаил Румынин. Папа девочек тоже в свое время играл в хоккей, поэтому со своими планами на будущее сестры определились. Им занимается мой папа, мой дядя. И я сама мечтаю стать хоккеисткой. Дома есть много клюшек. Зимой мы выходим, там около нашего дома есть каток. Мы на нем катаемся и учимся хоккею. Не сомневался в победе родной команды и новый игрок хоккейного клуба «Саров» Александр Коннов. Этот матч он наблюдал из зрительских рядов. Молодой человек уже пять лет профессионально играет в хоккей, поэтому знал, что состязания с Мордовией простым не будет. Будет игра быстрая, с нашей стороной точно. Будут доставлять бегать, давить в соперника. Соперник из лиги пониже, но там очень такие опытные ребята. Я думаю, они будут тоже доставлять много неудобств нашей команде. Но думаю, будет интересная игра. Будет интересно посмотреть, как будут две команды с разных лиц друг с другом соперничать. Весь первый период ворота обеих команд оставались нераспечатанными. Соперники будто присматривались друг к другу. Во втором периоде наша ледовая дружина собралась и взяла преимущество. И уже к концу 20 минутки Игорь Руденков закатил шайбу в ворота противника. Но преимущество удержать не удалось. В третьем периоде Мордовия отыгралась. Главный тренер хоккейного клуба «Саров» Игорь Аверкин считает, что его подопечные в непростых условиях тумана и тяжелого льда просто перемудрили. Нужно было играть проще. Все перевернулось, и мы начали суетиться. И никакой картинки в игре не было. Это мы берем на себя тренера. Нам надо разобраться в этом и продолжать дальше без суеты, без паники делать все то, что мы наметили. Но на то она и предсезонка, чтобы в товарищеских матчах выявить слабые места и открыть сезон уверенной игрой. А уже 15 и 16 августа наша команда проведет две ответные встречи в Саранске. О результате этих игр мы расскажем в наших ближайших выпусках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА